Всем привет, дорогие друзья, это Леонид Волков, и я рад вас снова приветствовать на моем YouTube-канале, где мы с вами серьезно обсуждаем серьезные политические вопросы. Вопрос такой. Газета New York Times недавно рассказала о том, со ссылкой на множество источников, что Владимир Путин активно ищет перемирия. Он пытается через разные каналы, посылая разных эмиссаров, в том числе в Америку, договориться о том, что вот он согласен зафиксировать нынешнюю сложившуюся сейчас территориальную реальность, нынешнюю зеленую линию, как линию перемирия, на неограниченный срок и якобы обещает, гарантирует, что больше ему ничего не надо и не сделает ни шага вперед. На первый взгляд понятно, почему так происходит. Ну, вроде как ясно, сейчас на Западе есть некий кризис в вопросах, связанных с дальнейшей поддержкой Украины, ведутся вот эти споры про продолжение финансирования, про поставку вооружений. Ну, и Путин, кажется, просто хочет использовать момент, чтобы заставить западных лидеров в этой неопределенной ситуации нажать на Зеленского, на украинское руководство, принудить каким-то мирным переговорам, чтобы вот оформить территориальное приобретение, которое ему удалось захапать военным, незаконным и кровожадным способом. Это то, что лежит на поверхности. Но потом начинаешь думать и кажется, что это немножко странно. Ну, то есть, почему сейчас? Год назад, когда Путин в первый раз затевал такие переговоры, да, это было совершенно понятно. Российская армия терпела поражение за поражением, не хватало военнослужащих. В спешном порядке мобилизованные 300 тысяч мужчин в сентябре только начали проходить обучение. Был потерян Херсон и казалось, что вот сейчас фронт просто рухнет и надо хоть до чего-то договориться, чтобы удержать хотя бы часть захваченного. И тогда Путин занимался зерновым шантажом, грозил Европе голодом, холодом, потрясал ядерной дубиной. Кстати, заметили, что опять забыта вся ядерная риторика напрочь. Путин ее умеет включать, выключать, как по команде. И, в общем, было понятно, что Путин находится в неком отчаянии, в некой истерике. А перемирие, фиксация какой-то вот зеленой линии на карте, ну, позволит ему перевооружиться, собрать новые силы, собрать подкрепления, произвести новое вооружение, чтобы продолжить войну. Но сейчас, сейчас ситуация другая. Украинское контрнаступление не было успешным, российская армия получила новое вооружение. Путин, по крайней мере, рапортует, что о том, что, по крайней мере, на бумаге есть постоянный приток добровольцев. Это не совсем правда, или даже, точнее, совсем неправда. Но на бумаге, в его картине мира, все хорошо и с людьми, и с техникой, и с экономикой и так далее. Путин верит, что может победить. Путин верит, что, в конечном счете, его терпение, готовность российского общества к огромным потерям, умение его затыкать женам, вдовам, матерям, военнослужащих рты огромными деньгами, его умение продолжать продавать нефть и газ, пусть и со скидками, но по достаточным ценам, чтобы эти деньги зарабатывать, в совокупности окажутся достаточными, чтобы перетерпеть, чтобы подорвать поддержку Украины на Западе и, в конечном счете, просто добиться военной победы, или, по крайней мере, принудить украинскую сторону к какой-то капитуляции или к кому-то миру на путинских условиях, на условиях, которые Путин будет диктовать. И в этой логике кажется, что сейчас абсолютно неподходящее время для каких-то мирных переговоров. Впереди зима, линия фронта двигаться не будет, есть сейчас время для того, чтобы, опять же, набрать новых военных, произвести новое вооружение, подготовиться, перегруппироваться, подготовиться к весенней и летней кампании. С точки зрения военной, сейчас Путину ничего не угрожает и никакие переговоры о мире сейчас ему не нужны. И, тем не менее, он их ведет. То, что пишет New York Times, я могу подтвердить и по своим каналам, всякие разные люди в Вашингтоне тоже говорят о том, что разные путинские доверенные лица и эмиссары из числа людей, которых на Западе все еще принимают, которые не внесены ни в какие санкционные списки, да, ездят туда-сюда все чаще и чаще и ведут переговоры. Вот ровно такого рода, о которых пишет New York Times. Давайте, я дам любые гарантии, что дальше ни шага не пойду, давайте зафиксируем сложившуюся территориальную реальность. Почему так? Зачем Путину это надо? Чтобы узнать мой ответ на этот вопрос, поставьте сейчас лайк, устроитесь поудобнее и мы продолжим разговор. Будем действовать методом логического анализа. Год назад Путин проигрывал и страстно хотел мира. Это было понятно. Весной и летом Путин не хотел никаких мирных переговоров. Российская армия выдержала украинское контрнаступление. Оказалось, что без поддержки с воздуха наступать пехотой на противотанковые укрепления, минные поля и вот эту всю линию Суровикина успешно невозможно. Летом и осенью Путин излучал уверенность, Путин излучал успешность и показывал всем своим видом, что цели СВО не меняются, только полная деноцификация и демилитаризация, бла-бла-бла, пойдем до Киева, победим. И многим казалось, многие начинали впадать в отчаяние, многим казалось, что да, у него это и получится. И вот наступает зима, стратегическая обстановка все лучше и лучше, казалось бы, для российской стороны, и Путин начинает всячески пытаться договориться. Значит, логически, что изменилось, что случилось, какой фактор вмешался в ситуацию так, что заставил изменить Путина логики своих предыдущих действий. Но мой ответ простой, есть только один фактор, и это, как ни странно, выборы, предстоящая избирательная кампания, которая сейчас начинается, и в ходе которой, как мы много раз обсуждали, Путину нечего ответить людям на вопрос о том, когда война закончится и чем она закончится. И это главный вопрос, который задает общество, и это главный вопрос, по которому российское общество с Путиным расходится. Путин хочет войны, россияне не хотят войны. И вот этот разрыв обещает омрачить Путину праздник и сделать из его перевыборов, из легкой прогулки с предсказуемым результатом, какую-то политически конфликтную и неприятную ситуацию. Все те социологические данные, которые есть у нас и о которых я рассказывал, например, в предыдущем видео, есть, конечно же, и в распоряжении политического блока Кремля, в распоряжении администрации президента. Они тоже смотрят на эти цифры и, видимо, они пришли к одному выводу. Очень сложно вести кампанию и создавать атмосферу праздника, пока продолжается война, которой российское общество не хочет. И у Путина будет все хорошо, если он сможет преподнести россиянам на блюдечке что-то, что можно продать как завершение войны. Интересно, что при этом интересы вот этой ультрапатриотической зета-аудитории, на которую Путин опирался ранее, полностью игнорируются. Путин, как шутили, выдвинулся через жогу. Совершенно неожиданно сказал о том, что вообще идет в президента на встречу с героем Донбасса жогой. Довольно карикатурным и комедийным персонажем. Это не было достойно, это не было красиво, это не было интересно. Все ожидали, что Путин даст себя уговорить во время прямой линии, отвечая на запросы трудящихся и так далее. А он как-то вот пошел по совсем другой ветке, и это было довольно странно, и политехнологически довольно странно. Путин душой, сердцем там, на войне. Еще в прошлом году писали, что он буквально лично, как Василий Иванович Чапаев, передвигая картофелины по карте, управляет военными действиями на уровне даже отдельных соединений батальонного и чуть ли не ротного уровня. Видно, что он постоянно интересуется только одной темой, что он одержим этой одной темой. И здесь он выступает как типичный зетник, а он и есть типичный зетник. Вот такой вот дед за гаражами, который думает о том, как бы бандеровцев победить, а больше его ничего не волнует. И очень интересно, что политическое решение, которое сейчас реализуется, то есть попытки, используя противоречия на Западе, именно сейчас достичь мирного соглашения с Украиной, идет полностью в разрез. И понятно, что зета аудитория встретит это как тотальную катастрофу. За что кровь проливали? За что боролись? Почему хоронили десятками тысяч военнослужащих? Зачем все это было? Если мы готовы остановиться, если мы только что вписали в российскую конституцию Херсон и Запорожье, как российские города и центры российских субъектов федерации. Если Путин сам говорил про русский город Одессу, а тут вот соглашаются на какую-то линию перемирия, совершенно условную, обусловленную только военными действиями и отнюдь не отражающую так называемые цели специальной военной операции. Очевидно, что все, кто имеют отношение к войне, воспримут это как предательство, как удар в спину, как то, что идет в разрез с их интересами и идеалами. И Путин готов этими интересами и идеалами пожертвовать. Во-первых, он увидел, что за это сообщество не так велико и не так опасно, как ему может быть казалось, когда оно полностью съело без каких-либо политических проблем. Арест Стрелкова, убийство Пригожина, отставку Суровикина, отставки и посадки многих других генералов, которые позволяли себе идти против Шойгу и против линии партии. Путин увидел, что в политическом плане эта сила ничего из себя не представляет. И это действительно так. Мы-то знаем, что вот этих упоротых зетников 7-8% в лучшем для Путина случае, а на самом деле, видимо, и еще меньше. Что подавляющему большинству россиян война не нужна. И Путин следует за политической логикой. Он понимает, что надо идти за большинством, у него все равно есть цель иметь всенародную поддержку. И он явно готовит к выборам вот одну большую историю. Смотрите, СВО закончили. Нынешние территориальные приобретения трактуем как достижение ее целей. Вот, смотрите, возвращаемся к мирной жизни, к нормальной жизни. Если у Путина выгорит такой трюк, если он принесет до 17 марта что-то типа мирного соглашения, то да, это действительно очень сильно изменит все политические расклады в предвыборном контексте. И еще раз вся эта история показывает, что хотя сам день голосования абсолютно никому не интересен, потому что результат рисуется какой угодно, сама предвыборная кампания, нарративы, настроения в ходе предвыборной кампании имеют для Кремля огромное решающее значение. Они очень встревожны антипутинской кампании, кампании жены матерей мобилизованных и вот этим нарастающим негативом и нарастающим запросом в общество. И они готовы на этот запрос отвечать даже ценой, в общем-то, войны с СВО-тусовкой, с Z-тусовкой. Очень вот такое вот важное, на мой взгляд, наблюдение. Ну а прогноз? Нет, не получится, не договорится. Путин неправильно оценивает неготовность Запада дальше поддерживать Украину. Да, есть политические проблемы, есть конфликты, но на 2024 год поддержки хватит. И плюс украинское общество, конечно, не будет готово принять такое перемирие, принять какие-то территориальные реалии. Я думаю, что тоже запаса прочности и запаса терпения в Украине еще вполне хватает на 2024 год. Путин будет стараться добиться сейчас какого-то тактического перемирия в предвыборных целях. У него не получится, и нам надо продолжать бить вот в эту точку, в эту болезненную точку, о которой Путин нам сам, по сути, рассказывает. Что он не может сказать, чем и когда закончится война. А люди должны про это спрашивать, спрашивать, спрашивать из каждой щели и из каждого утюга. И тогда вот этот вот разрыв между Кремлем, между Путиным, между властью и людьми станет очевиден каждому. А именно тот факт, что Путин живет на своей планете, а россияне живут на другой, это и есть фактор, который подрывает, в первую очередь, легитимность власти и доверие к ней. Поэтому, друзья, анализируем, смотрим, внимательно понимаем, что происходит и продолжаем нашу работу. Участвуйте в кампании «Россия без Путина». Это лучший способ сделать Путину больно, заострив в обществе те вопросы, на которые у Путина нет ответа. Спасибо большое. Это был Леонид Волков. Ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал. И до новых встреч. Пока. Продолжение следует...